А в 45-м два месяца только. Год и два месяца у меня в трудовой записано. А в 44-й я полностью работала. С 12 лет уже засчитывали стаж. У меня в трудовой записано есть. А где работала в 12 лет? Милые мои доченьки, в кустах вот так машина пройдет, самоброска, на конях косили. Тогда ни тракторов, ничего не было путем-то. А мы в кустах литовками косим и беременными вытаскиваем. Хоть беременными сушить, хоть руками, хоть вилами. А вилов-то не было железных, а были двоероги вот такие деревянные. Сено-то возьмешь, не сено, а траву-то, а оно скатывается. А беременных ватам это доносим. Сушить? Сушить. А зелосные яла чистили? Ну, допустим, с нога моя, еще там другие женщины чистят, а мы руками вот так вот, без всяких перчаток, без рукавиц. А вы на фронт какую-то продукцию отправляли? Отправляли, да. Даже огурцы солили, я помню, большие чины такие были. И картошку, и, как тебе сказать, и свеклу. Овощи все. Овощи все, морковку. В Инюшке, там специально за деревней маленько так, ну, может, соток, ой, может, 20-30, а может, 50 соток. Огород был не загорожен, и скотина тогда не ходила там, не пускали. Вот это все собирали, все на фронт. А по ночам сидели, господи, родители мои, мама, рукавички вязали. Одна нитка ватная, а другая шерстяна. А ферстяна, где много взять-то было? Война началась, у нас две ветки только входили. Надо было сдать масло топленого, 9 килограмм, где его взять-то? А Троня был мой племянник, он на 2 года у меня младше был. Ой, господи, а цедили-то в кринки, в этих, как их? В горшки. В горшки, да. Вот. И так вот была лавка и тряпка, ну, как, занавеска, или как-то сказать. Как только из дома кто уйдет, он тряпку подымает и пальцем. И говорит, я маленько поем, пока мамке нету сметанку. Даже сметанку не давали, только пристакишку мы кушали. Это все собирали, все на фронт надо было. Ну, видишь, что так. И яйца сдавали. Курчонки там, если снесут сколько, надо было все сдать. Помогали на фронт, а как не помогали? Ой. О! О!